Всем привет! Я Рита Мурадова, это мой канал на YouTube, и сегодня мы с вами поговорим про самые актуальные юбки этого лета. Так что, если эта тема вам интересна, продолжайте смотреть. Первая юбка, которая однозначно, мне кажется, весь модный рынок захватила, она очень интересная, замечательно выглядит, лаконично. Эта юбка, немножко вдохновленная 60-ми, немножечко я говорю, потому что там посадка другая, чем 60-х. Юбка со средней или более заниженной посадкой, прямая, длиной где-то до середины колена, зачастую. За счет этого визуально вытягивается немножко туловище, немного укорачиваются ноги, поэтому безумно важно правильно соблюдать пропорции в обуви, а также в месте, где заканчивается юбка. Если вы выбираете обувь на низком ходу к такой юбке, то желательно, чтобы эта обувь была с острым носком, или же, чтобы эта обувь была хотя бы на платформе, что-то, что будет балансировать немножко съеденные ноги. С такой юбкой всегда можно надевать укороченный топ, можно надевать оверсайз топ. Мы говорим в данном случае про прямую юбку, не про А-образную, не про асилуэтную. Соответственно, вот этот прямой силуэт вверху объемом совершенно спокойно можно балансировать, это будет выглядеть очень интересно. И один из брендов, которые первыми данный силуэт сейчас обратно ввели на показы, на подиумы, это был Мил Мил, который до сих пор является в этом плане флагманом. Следующая юбка, мне кажется, супер актуальна именно для нынешней ситуации, для лета, для момента, когда уже многие собираются или планируют отдых. Это юбка-набедренная повязка, она завязывается несколько раз или хотя бы один раз в любой стороны. Она выглядит изначально как кусок ткани с двумя поворозочками, которые ты потом завязываешь в нужном тебе направлении. Или, может быть, изначально сшита так, будто ее так не надевал, но она уже не развязывается. И за счет вот этой легкости, которая получается, вот этого эффекта парео, мы получаем ненарочитый визуал от юбки. Его можно классно сбалансировать с либо романтичным оверсайз верхом, либо чем-то облегающим, либо такую юбку вообще совершенно спокойно носить поверх купальника с какой-то рубашечкой на пляже. А в рамках города с каблуками и с облегающим каким-то топом, аккуратной сумкой. Данная юбка очень нежно выглядит, достаточно романтично. При этом она может быть в более минималистичном исполнении, и в данном случае мы говорим про отсутствие ярких принтов. А может быть в абсолютно сумасшедшем каком-то цветовом сочетании, с кислотными принтами, перепадами и так далее и тому подобное. Все по вашему желанию. Еще один тренд, конечно же, не самый практичный. Но кто из нас вообще за практичность? Это полупрозрачные юбки. Юбки, которые созданы из материала, который показывает, что под ними. То есть ноги в разной формации, разный тип прозрачности, разный тип материала, может быть сетка, может быть просто какая-то органза. Но суть именно в том, что ты фактически как бы надел юбку, но как бы не надел. Естественно, есть зона приличия, особенно в рамках города и на пляже тоже это касается. Поэтому мы говорим про юбку, которая либо идет под юбник, либо к которой идут короткие шортики, либо отдельная какая-то из тонкой ткани юбка, которую вы надеваете под нее, чтобы все зоны, которые вы хотели бы прикрыть, были прикрыты. Но этот эффект прозрачности не увидал. И для самого большого интересного можно надевать какие-то контрастные шорты или юбку под вот эту полупрозрачную, для того, чтобы не было ощущения, что вы искали что-то в тон, а наоборот максимально влились и показали, что вы этого эффекта прозрачности и хотели нарочито добиться. Еще один гипертренд этого сезона это А-образные мини. Если вы помните, у нас все это время почему-то, ну почему-то, почему-то, как обычно, маятник моды, поэтому все это время мы могли говорить про юбки миди, макси, максимум до середины колен. А тут вдруг у нас появляются юбки мини, юбки мини асилуэтные, короткие, классные. Опять же, напоминаю, что в стиле 60-х очень много 60-х сейчас на модном рынке находится, и абсолютно не зря. Если вы помните, социополитические подоплеки 60-х, моды 60-х в Америке были, это, я бы сказала, что это было поколение протеста, поколение, которое протестовало против войны во Вьетнаме, это одновременно были и хиппи, и вот девушки, которые одевались по типу твиги того времени, иконы стиля, А-образные силуэты, очень короткие, длинные, в противовес своим родителям из 50-х, с вот этими нью-лук стайл юбками пышными и затянутыми талиями, тут вообще мини, оголение и никакого стеснения. Так что совершенно спокойно можно носить в рамках города такие юбки. Я бы посоветовала в большинстве случаев сочетать такие юбки, если вы немножко стесняетесь или вас смущает мини, я бы балансировала это массивной активной обувью, вьетнамки на массивной подошве, сандалии. Или же, если вы надеваете каблуки, то какой-то гипер-оверсайд вверх, по типу мужской хлопковой рубашки или такой рубашки, как на мне, из нашей коллаборации с Джул. И вы в результате получаете какую-то маскулинность, которая внедряется, объем, который внедряется, и это в целом гармонирует с юбкой, которая настолько открытая, настолько сексуальная, с конкретным прямым подтекстом, который мы немножечко балансируем. Асимметричные юбки любого формата безумно актуальны. Асимметрия в целом один из моих любимых приемов для того, чтобы образ выбора выглядел даже при минимализме, то есть с нейтральными тонами, нейтральным кроем, более интересным, более завершенным. Это может быть минималистичная, асимметричная юбка. Черная, белая, молочная, серая и какая-то цветная. Естественно, прекрасный прием в том числе того, чтобы балансировать фигуру, потому что вы не проводите вот эту вот горизонтальную линию, которая в конце каждой юбки присутствует, в конце подола. Вы, наоборот, разбиваете длину на разных уровнях, за счет чего глазу негде сфокусироваться и провести горизонт. И фигура получается целостной, не делится в негативную сторону пропорции. Поэтому именно асимметричные юбки – замечательный способ носить низкий ход. Вот с ними можно не бояться носить низкий ход даже на тоненькой подошве, без опаски, что вы в результате укоротите себе ноги. Еще одни юбки, которые, мне кажется, уже какой сезон не выходят из моды, и летом они также очень интересны – это юбки по типу бренда The Row, которых очень часто используют такой силуэт. Это прямые юбки на средней или заниженной посадке, миди или макси, чаще всего в нейтральной цветовой гамме, чаще всего без принта, но, может быть, и как у Каллина Кляйна, и с принтом, и с цветом, и со всеми чем угодно, и с надписями, какими-то кислотными различными разводами и так далее. Самое главное, что вы получаете вот этот силуэт такой, немножко похожий на колонну, и в результате вверху можете совершенно спокойно играться. Прямой силуэт он позволяет либо вверху что-то облегающее надевать, майку с американской проймой или какой-то облегающий топ, либо, наоборот, оверсайз рубашку на выпуск поверх этой юбки, за счет чего вы в результате объединяете силуэт. И такие юбки не укорачивают рост, потому что здесь никакого прилегания нет, здесь прямой силуэт, поэтому и низкий ход, и тонкую подошву, и каблук, и высокий каблук можно себе позволить. Трикотаж безумно актуальный вообще летом, потому что он очень интересно, очень нежно, очень непривычно выглядит, поэтому трикотажные меди-юбки любого формата безумно актуальны, с укороченными топами, с футболками вверсайз на выпуск, с низким ходом, с каблуком, с маленьким аккуратным клачем, укороченным топом на вечеринку, поверх купальника, на пляже, и сверху футболочка или рубашка такого типа. Вообще трикотаж это тот материал, который, я знаю, для многих контрпродуктивный, это не тот материал, о котором ты сразу думаешь, когда думаешь о лете, но это именно тот материал, который один из самых комфортных и практичных летом, потому что он дышит, потому что если это натуральный состав, это очень комфортно, потому что он приобретает форму тела, за счет чего нигде не пережимает, зачастую, особенно если это плотный трикотаж, и женственность, и долю женственности вы в любом случае получаете, даже если это минималистичный лаконичный дизайн. Еще один гипертренд конкретной детали этого сезона в юбках, это детали, вырезанные на талии, то есть у вас была чаще всего прямая юбка мидии, макси или длиной до середины колена, и посадка на талии с вырезанной по бокам, как будто бы вы взяли пояс, частично отделили от юбки и немножко подтянули вверх, за счет чего визуально формируется фигура, выглядит очень интересно, с натальей окажется уже, пропорции немножко смещаются, фигура не делится пополам, потому что нет четкой горизонтали, эта диагональ визуально все вместе лучше собирает, это еще одна из причин, почему данная деталь настолько актуальна, плюс это очень сексуальный элемент, так или иначе вы в любом случае повторяете некие элементы бандажа в том или ином виде, поэтому опять же с укороченными топами, с рубашками, футболками, майками, поверх купальника на пляже, на отдыхе, в рамках города, когда только в рамках города чуть более с закрытым форматом, с каблуками, с низким ходом, структурированная сумка или сумка-шоппер, вы уже сами себе придумаете вариацию, но эти юбки на пике популярности. Еще один актуальный вид юбок это многоярусные юбки, такие вот очень пышные, где очень много слоев, ты даже не можешь добраться до самого первичного, юбка-капуста я ее называю, очень классный элемент, безумно романтичный, женственный, может быть в нейтральном исполнении, может быть спринтом, но главный элемент, который присутствует, это вот эта многослойность, которой часто летом как раз не хватает, вот она у нас и появляется в виде юбки, и поэтому верх за счет объема внизу может быть очень аккуратным, минималистичным, ничего дополнительно добавлять не нужно, и не дай бог никаких рюшей и бантов, просто потому что тогда перебор с романтичностью уйдет за границы завершенности образа, поэтому с такой юбкой вверху все достаточно аккуратно. И последняя актуальная юбка этого сезона, это юбка чаще всего макси или миди, но с высоченным вырезом на одну ногу, за счет чего она, конечно же, выглядит как мини, но как бы как макси или миди, смотря с какой стороны посмотреть, очень сексуальна, прекрасно работает днем с кедами, кроссовками, грубыми ботинками, грубыми какими-то вьетнамками на платформе, сандалиями или просто обуви на низком ходу и каким-то оверсайз верхом, и вечером с каблуками, естественно, с топом, кладчем, ярким макияжем, укладкой. Очень универсальный элемент гардероба, вам даже, возможно, сразу так не покажется, но это один из самых универсальных вариантов юбок этого сезона. Ее смело вот такую одну можно паковать с собой на отдых, и она вам пригодится днем поверх купальника и вечером на какую-нибудь пляжную вечеринку. Пишите в комментариях внизу, какая из юбок вам понравилась больше всего, что планируете приобрести, и что уже есть в вашем гардеробе, и какой сезон служит вам очень нравится. На сегодня это все. Люблю, целую. Ваша Рита. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова